Ну что, друзья, приглашаю вас познакомиться с новым нашим проектом, который называется Медиакласс. Расположен он в лицее Дельта, это Мотовилихинский район города Пермь. И, собственно, рассказываю вкратце о чем этот проект. Многие, когда слышат слово медиа, думают, что это история с контентом, с роликами, с интервью и прочим. Для нас, прежде всего, любое пространство, которое мы делаем, это способ мотивировать детей к познанию нового. Способ мотивировать педагогов к познанию тоже нового. То есть это именно инструмент. И по-другому я прошу к этому не относиться. Да, вы можете сюда залететь, быстренько отснять контент, не заморачиваясь. Но, опять же, в процессе этого я понимаю так, если вы выбрали наше пространство, значит, оно вас мотивировало к тому, чтобы прийти и снять. Значит, мы с вами ее работу сделали правильно. И вот именно с таким настроем мы это и делали. Давайте быстренько обзорную экскурсию я вам покажу, что тут есть, какие фактуры. И вы, собственно, поймете, что такое пространство может себе позволить каждый. Главное, те смыслы, которые вы в него привносите. Давайте начнем! Итак, друзья, первое, что я вам хочу показать, это вот такая прикольная картина на стене с Риком и Морти. Мне очень важно было в каждом элементе оформления сделать таким образом, чтобы он мотивировал детей приходить в это помещение и готовить контент. В процессе подготовки они будут развивать различные навыки. И поэтому здесь для меня был риск, потому что я не знал, нормально ли отнесется администрация учебного заведения именно к этим лицам. Вы видите, как они сделаны. Ну, в общем, такое двоякое чувство, но без проблем. Предложение было, люди посмотрели, окей, говорят интересно. Плюс у нас здесь есть такие смыслы, что педагоги всегда сопровождают детей, а иной раз и дети им помогают в этом. Поэтому как раз через этих персонажей мы эту мысль и передаем, что мы сейчас с вами партнеры, да, педагог и ребенок. Развиваем друг друга и получаем полезное друг от друга. Вот. Поэтому такая текстурка интересная. Уже люди, которые проходят, за вами сейчас находится дверь, дети смотрят, видят Рика и Морти, говорят, ура, что это такое. То есть у них уже есть мотивация. Соответственно, все, что я сделал, это сделал хорошо. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Дальше давайте посмотрим, что еще я приготовил. А что еще я вам покажу, так это вот эту стену. Вы знаете, сейчас направление с рейками очень модное. Все его видят в современных каталогах интерьеров. И здесь мы, собственно, придерживаемся тоже трендов. Почему? Потому что раз модно, значит интересно. Раз интересно, значит будет востребовано. Здесь у нас две текстуры рядом встречаются. Это натуральный кирпич, и на нем уже ничего не изображено, да. И опять же, вот такие рейки, просто прозрачный лак, текстура дерева видна. Соответственно, мы можем здесь уже более интересно кадры с вами выстроить. Подразумевается, что если в какой-то момент времени нам понадобится что-то декорировать, какому-то мероприятию, здесь это все легко можно сделать с помощью подручных средств. Поэтому стена, собственно, и без полок, и без других элементов оформления. Пойдемте дальше. Итак, друзья, сейчас вкратце расскажу про противоположную стену. Здесь обратите внимание, кто сейчас начал смотреть, что взгляд притягивается. Почему? Разный цвет, контрастный, разные высоты каждого элемента. Причем я раньше не знал, я думал, это рулон. На самом деле, каждая пластинка продается отдельно и выглядит не только классно, но и выполняет очень полезную функцию. Соответственно, отражения в нашей студии становятся меньше и меньше. Мы от них избавиться полностью не можем, потому что нам пришлось бы прямо продумывать все решения. То есть, обратную стену нам тоже пришлось бы обрабатывать, нам нужны разные текстуры было. Поэтому мы не заморачивались в этом плане, потому что предусмотрели специальные мобильные ширмы. Для чего они нужны? Рассказываю. Вы видите два стола. Первый высокий стол и второй низкий. Точно так же, как с разными текстурами, нам нужно, чтобы педагоги работали в разных локациях. Вот именно за счет этих столов мы можем и создавать эти локации. Подразумевается, что в этом помещении могут вести онлайн уроки сразу два педагога. Вы скажете, они же будут друг другу мешать. Ты только сосредоточился, второй заговорил. Как в этом случае поступить? Мобильные ширмы. Мобильные ширмы, которые ставятся буквой Г за педагогом и отделяют одного педагога от другого. Таким образом, спереди у нас звукоизоляция, на ширмах звукоизоляция, между педагогами звукоизоляция. Куда звуку деваться? Только в уши ваших учеников. Больше некуда. Ну что, друзья, вот на производстве, собственно, те панели, про которые я говорил в видео. Две панели звукоизолирующие ширмы. Получается, вот здесь у нас можно писать мелом, здесь у нас маркером. Внутри звукоизоляция, вот. Вторая панель у нас, ширма с логотипом лицея. То есть, нам важно, чтобы разные фактуры работали. Здесь мы специально ничего не стали делать, если вдруг понадобится, да, опять же, дополнительно оформить. И уже другой цвет, нейтральный. Все это на колесиках. Все это вращается. И вопрос у многих будет, где это все хранить. На самом деле, это все хранится у стены, да, складывается как шкаф, вот так. И подвигается к стенке. Может ли это упасть? Да, может. Пользоваться нужно всем аккуратно. Вот, смотрите. Сейчас у нас идет отражение звука. Вы слышите некое эхо. Плюс работает техника. Мы заходим внутрь, да, и закрываемся вот этими панелями. Я одну подвигаю. Причем мне делать это достаточно удобно. У нас колеса, они со стопором. Если что, можно и закрыть. Все. Сейчас снизу и сверху нас, собственно, ничего не закрывает, а в круг мы закрыты полностью. Посмотрите, какие классные текстуры и как изменился звук. Вот именно для этого и делается такая звукоизоляция, которая предотвращает лишнее, собственно, отражение. Если нам нужно записывать аудиокнигу, конечно, там делается уже полностью, совсем по-другому это все работает. Но для наших нужд этого вполне хватит. Вот. Такие дела. Давайте возвращаемся в основной выпуск и увидимся там. Итак, друзья, для чего нам нужны были эти столы еще? Мы делали именно интересные столы, наблюдали, за которыми дети хотели бы находиться и общаться друг с другом. Это высокий барный стол. Вот он классно подходит для того, чтобы здесь красиво так стоять. Очень удобные кресла, чтобы в них сидеть. Опять же, они яркие. И, соответственно, если мы выберем с вами какой-нибудь фон, рассадим детей одного слева, другого справа, я думаю, интервью у них получится достаточно интересно. На самом деле, здесь на вкус и цвет товарищ нет. Каждый выбирает, как он будет с этим помещением взаимодействовать сам. А мы для этого все сделали. Каждый элемент мебели, легкий, мобильный, он переставляется и, соответственно, вы сами организуете свое рабочее пространство. И о чем еще осталось рассказать? Да, на самом деле, о вертушке с фонами. Давайте покажу, как мы здесь подошли к этому вопросу. Потому что каждый, кто сюда приходит, задает вопрос, а будет ли хромакей? Ответ. Да, конечно, будет. Итак, сейчас показываю систему с подвисными фонами. Здесь у нас их три. Мы расположили эту систему параллельно окну, чтобы не терять другие поверхности. Самое удобное место, с нашей точки зрения. И какие фоны использовали? Черный, белый и хромакей. Зеленый, не синий. Зеленый. Почему хромакей зеленый? Как вы думаете? Напишите в своих комментариях. Итак, как отделять человека от хромакея? Вы знаете, чтобы эта система заработала, нужен хороший свет. Во-первых, мы потолочные светильники разделили таким образом, чтобы они в какой-то момент времени работали как контровой свет. Мы понимаем, что здесь не будут работать профессионалы высокого уровня, и большие бюджеты на это выделять не имеет никакого смысла. Нужно попробовать, чтобы этот проект заработал, а дальше по мере необходимости уже докупать. Поэтому здесь стоит достаточно бюджетный свет, который вы себе тоже можете позволить именно на тестовый период. А дальше уже понять, ваши, не ваши, будем расти или нет. Здесь у нас три света. Рисующий, заполняющий, контровой. И классно, что здесь именно система журавль. Мы можем его направить сверху, отделить меня от фона. Это важно при работе с хромакеем. И таким образом добиться уже результата художественного того, что мы с вами и планировали. В этом помещении мы предусмотрели все, кроме, собственно, главного, что должно быть, это камера. По одной простой причине. Хорошая камера стоит больших денег, плохая камера, если есть смартфон и нормальное освещение, зачем она нужна. Поэтому сюда будет приобретаться позже уже хорошая камера. Сейчас этот пункт мы пропускаем с вами. И сзади меня вы сейчас видите мятые шторы. Это шторы Blackout. Как они работают? Очень просто. Полностью отсекают нам излишний свет. Соответственно, если у вас есть такие же помещения, где необходимо сделать защиту от освещения излишнего, где проекторы слабенькие стоят, вот, пожалуйста, Blackout используйте. Вообще конфетка получается достаточно бюджетно, но в то же время решает наш вопрос на 100%. Вот. Таким образом, это помещение достаточно интересно и функционально. Здесь же, благодаря тому, что текстур очень много и хочется здесь находиться, можно проводить и другие занятия, лишь бы они были здесь уместны. Художественно что-то я бы не проводил, если это не какой-то мастер-класс, который мы записываем на видео, потому что этот поролон, он может впитать в себя краски, как ты их отмоешь, а никак. Поэтому всему есть цена. Всегда оцениваем то, для чего строится помещение и понимаем, будем или не будем рисковать внедряя что-то новое. И, как говорят, дьявол кроется в деталях и поэтому очень важным в любом помещении это доступность к розеткам. Для чего это нужно? Согласитесь, у нас очень много электрических приборов, особенно в студии, это свет. Если будет много проводов, вы замучаетесь, будете запинаться постоянно, уронить одну такую лампу и в итоге не построить какое-то художественное изображение. Это большое разочарование, поэтому здесь мы все предусмотрели. На каждые четыре квадратных метра три розетки. Удобно, без стройничков, тык-тык-тык, но соединяли все, что нужно, скоммутировали, питание дали и мотор. Если подводить итог, то те, кто нас знают, знают, что мы не продаем игрушки, мы не продаем классы, мы продаем решения. И поэтому, когда строится любое новое помещение, мы в него закладываем обучение. Сейчас проходит в педагогии этого учебного заведения курс из четырех занятий, которые посвящены основам репортажной съемки. И дальше те, кто удержатся на этом курсе, поймут, что это действительно их. Мы не строим иллюзии, что это всем нужно. А, собственно, будут работать в этом помещении и помогать учебному заведению достигать своих целей. Итак, друзья, темолично, что к концу выпуска прозвучал звонок на перемену. И предлагаю сказать до свидания этому помещению, ведь все, что мы могли сделать, мы сделали. Дальше оно передается в руки уже, собственно, хозяевам. И посмотрим, какой контент будет готовить Лицей Дельта. Выражаю огромную благодарность администрации Лицей за то, что помогаете нам развиваться через такие интересные проекты. Каждого рад видеть на нашем канале. Нажимайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий. Пишите свои комментарии, что я не осветил в этом видео и хотите ли такие помещения в своем учебном заведении. До новых встреч и пока! Подписываемся, я говорю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok